Если все мои планы в ближайшее время будут реализуемы, то заработок мой будет безграничен. Какое количество веса безопасно потерять в неделю? Полкилограмма. Как себя чувствуешь? Хорошо. Они рискнули и решили изменить профессию. Они рискнули, пожертвовали стабильностью, ради новой жизни прошли обучение. Но готовы ли клиенты по достоинству оценить их труд? И согласятся ли работодатели сотрудничать с ними? Пройдут ли эти профессионалы все испытания? И смогут ли с уверенностью сказать «я себе цену знаю»? Валерия Конопля 20 лет проработала в IT. Сначала как специалист, а затем и в качестве руководителя. Это престижная работа, хорошая зарплата, но стало нашей Лере скучно. Новые смыслы и впечатления девушка нашла в спортзале. Восемь лет назад я открыла для себя кроссфит. Потом я ушла в пауэрлифтинг. Стала мастером спорта по пауэрлифтингу. Потом я поняла, что я хочу не только сама заниматься спортом, но и мотивировать окружающих людей. Недолго думая, Лера прошла обучение и получила диплом тренера по кроссфиту. Почему именно кроссфит? Самое главное – это классное тело, я всем говорю. Второе – это выработка гормонов эндорфины и дофамины, которые мы получаем после тренировки. Сегодня Лера – приглашенный тренер в одном из спортклубов города. Ведет групповые занятия и даже уже появились постоянные клиенты. Я хочу посмотреть, насколько я могу взаимодействовать с людьми, мотивировать их. Однако зарабатывать на тренировках столько, чтобы со спокойной душой уйти из IT и полностью посвятить себя новой профессии у Валерии не получается. Но это только пока, уверена девушка. Я хочу сеть спортклубов в моем городе со стопроцентной заполняемостью. Если все мои планы в ближайшее время будут реализуемы, то заработок мой будет безграничен. Безграничен? Как же замечательно звучит. Но хватит ли опыта и знаний? Выстроятся ли желающие заниматься в очередь? Валерия готова пройти все испытания проекта, чтобы услышать реальные отзывы клиентов и взвешенные оценки профессионалов. Здравствуйте, меня зовут Конопля Валерия, я начинающий тренер по кроссфиту. Привет, Валерия, я Артем Бромот и я тренер по кроссфиту. Артем Бромот, тренерский стаж, более 10 лет, спикер школы тренеров, инструктор по кроссфиту. Валерия, привет, я Мусияк Сергей, я руководитель спортивного клуба. Сергей Мусияк, мастер спорта России по гиревому спорту, президент региональной федерации по функциональному многоборью, владелец спортивного клуба. Лера, сколько ты уже работаешь тренером? Я работаю тренером три месяца. Три месяца. Сколько у тебя уже клиентов появилось? Сейчас у меня одна группа, в среднем 7-8 клиентов. Кто твои клиенты? Это больше девушки или мужчины? На данный момент больше девушки, но мужчин я тоже люблю тренировать. Это единственный вид спорта, где на пульсе 150 можно полностью отключить свой мозг. А вот на проекте мозг отключать не стоит. Даже наоборот, придется как следует поработать и мозгами, и мускулами. И если удастся себя проявить наилучшим образом, эксперты подскажут, как превратить любовь к спорту в доходное дело. Для начала Валерию ждет проверка теоретических знаний. Какой продукт из БЖУ задерживает воду? Белок? Жир? Углевод? Угадай. А затем Лера продемонстрирует себя в деле, проведет тренировку по кроссфиту. Первое упражнение – это 8 махов гиря. И только после итогового испытания эксперты в студии наконец-то вынесут свой вердикт. Оценят ли настоящие профи по достоинству старания начинающего инструктора? Согласятся ли сотрудничать с новичком? Подскажут ли, как расширить клиентскую базу? Для того, чтобы стать профессионалом, тренером по кроссфиту, понадобится несколько лет. Почему? Потому что здесь есть гимнастика, тяжелая атлетика, гиревой спорт и многое другое. Я думаю, что за полгода можно получить какой-то крутой фундамент, если все эти полгода потратить на обучение и на практики. Но все равно этого недостаточно. За спиной Валерии Конопли успешная карьера в сфере IT. Но девушка решилась поменять жизнь и освоить новую профессию тренера по кроссфиту. Валерия прошла обучение и набрала первые группы. Но в мечтах у нее все гораздо масштабнее – целая сеть спортклубов. Но хватит ли опыта и знаний? И выстроится ли в очередь клиенты? После испытаний вердикт вынесут профессионалы своего дела. Лера, если ты сегодня покажешь класс, я готов предложить тебе свое персональное ведение. И научить тебя кроссфиту дополнительно, каким-то фишкам, которые, возможно, ты не знаешь. Замечательно. Валерия, если ты себя хорошо покажешь на теоретической части и практике, я готов тебе подложить стажировку в моем клубе. Спасибо большое. Звучит перспективно. Есть ради чего поднапрячься. Нам сегодня нужно будет твои теоретические знания проверить. Ты готова? Да, я готова. А где ты училась в кроссфиту? Первоначально я получила диплом Севгубка, тренер по фитнесу и бодибилдингу. Плюс у меня есть диплом тренера по кроссфиту. Хорошо. Тогда мы посмотрим, что ты знаешь. Отправляйся на теоретический экзамен. Вопросы могут быть разные. Соответственно, возможно, в моих знаниях обнаружатся пробелы. Насколько хорошо Валерия постигла азы кроссфита, проверит мастер спорта по бодибилдингу, тренер-преподаватель и соучредитель школы тренеров Игорь Гаврик. Очень большой объем теоретических знаний, потому что, во-первых, нужно знать, как правильно тренировать силу. Нужно знать, как правильно тренировать вносливость. Нужно знать, как правильно тренировать скорость. И вот этих вот аспектов, их очень много. Итак, первый вопрос. На какую информацию, которая будет ограничивать двигательную активность человека, ты обратишь пристальное внимание при сборе анамнеза? Я уточню. Возраст, вес, определю тип тела, спрошу, какие заболевания у него есть, были, наблюдается он у врача или нет. Когда последний раз у него была физическая нагрузка? Ну, наверное, это самые первые вопросы. Расскажи, пожалуйста, об основателе кроссфита. Основателем кроссфита был Грег Глассман. В основе кроссфита лежит пирамида кроссфит. На первом уровне у нас идет питание. На втором уровне метаболическое кондиционирование. На третьем уровне у нас идет гимнастика. Четвертый уровень тяжелая атлетика. И пятый уровень спорт. Какое спортивное питание вы применяете и можете рекомендовать вашим атлетам? Спортивное питание. Спортивное, да. Ну, например, девочкам своим советую я применять протеин, как дополнительный источник белка. Тем, кто хочет похудеть, я советую применять л-карнитин. Перед тренировкой, наверное, за полчаса тренировки. Мальчикам, которые хотят набрать мышечную массу, перед участием в соревнованиях я советую принимать креатин. Спортивное питание – это обычно дополнительный источник каких-то элементов, которые нужны человеку в силу того, что он начинает больше их расходовать из-за занятий спортом. То есть есть такие спортсмены, которые не используют спортивное питание, потому что они достаточно питания потребляют с едой. К тебе пришел человек. Через месяц у него понизился пульс покоя. Это твоя заслуга или твой минус? Через месяц. Я думаю, это моя заслуга. Правильно. У спортсменов пульс обычно, ну, пульс покоя обычно ниже стандартного пульса. У меня у самой пульс 50. Какое количество веса безопасно потерять в неделю? Полкилограмма. Если следовать ВОЗ, то правильная цифра в неделю похудения на 0,8 килограмм. Какой продукт из БЖУ задерживает воду? Белок, жир, углевод задерживает воду. Один грамм чего-то задерживает 4 миллилитра воды. Подскажу. Первое – это соль, а второе – это… угадай. Продукт. БЖУ. Белки, жиры или углеводы. Или углеводы. Выбери. У, Ж или Б? Ж. Нет, У. Сладкая – это у нас быстрый углевод. Он будет задерживать вам дополнительно также воду, увеличить ваш вес в килограммах. Человек, как право, может за это переживать, когда он стоит на весы изо дня в день. Поэтому нужно распределить правильное питание. Так как очень большие процессы происходят диффузии и перфузии, то есть дыхательные, да, вам очень важно в ваших тренировках увеличивать объем легких, потому что у вас функциональный тренинг, он силовой и функциональный. То есть силовая выносливость на самом деле, я считаю, в жизни гораздо более нужна, чем просто вынослимость или просто сила. Что ты даешь для восстановления и улучшения переноса кровью гемоглобином кислорода? В частности, девочкам. Я бы обязательно посоветовала своим девочкам кушать мясо, а именно говядину. Красненького. Да. А по выходным – стейк. Из спортивного питания? Из спортивного питания я бы, наверное, посоветовала… Железо. Цинк, железо. Яблоки. Яблоки. То есть выбор продуктов, да, где железо больше. Перец. Нет? Надо смотреть. На этом экзамен завершен. Я всех нас поздравляю. Спасибо вам большое. Была рада познакомиться. Экзамен завершен. А проходной балл набрала… Так как я перфекционист, я не могу себе поставить пять, потому что были пробелы. Но в то же время я не могу поставить себе оценку ниже, то есть троечку, потому что у меня немножко завышенная самооценка. Поэтому я ставлю себе твердую четыре. Я поставлю оценку четыре с минусом. Она молодец, очень хорошо держалась и отвечала. Все нужно принять на практике, потому что когда ученик, начинающий тренер, придет, начнет работать, он поймет, с чем он может столкнуться, учитывая то, что бывают разные клиенты с разными противопоказаниями. Поэтому нужно учиться еще раз учиться. Ну что, как все прошло? Сложно? Экзамен мне очень понравился. Экзаменатор задавал очень интересные вопросы. Я поняла, что у меня есть куда расти и развиваться. Это самое главное на самом деле. Потому что хорош тот тренер, который считает себя недостаточно еще образованным и все время стремится куда-то еще. Да, это уж так думаю. А теперь начинаем делать практику. Отправляйся в спортзал, а мы будем следить за тобой. А теперь Валерию ждет практическое испытание. Лера уже надела форму и составила план тренировки. Эксперты остались в студии и будут наблюдать за ее стараниями по видеосвязи, чтобы потом дать честные оценки тренерским талантам нашей героини. Я буду внимание обращать на следующее, как она проводит занятия, какими способами она использует при обучении, то есть вербальный, словесный или подходит тактильно, объясняет. И в целом будет ли правильная здесь разминка и заминка. Я буду смотреть в первую очередь на ее взаимодействие, потому что нужно, чтобы тренер замечал ошибки и сразу их исправлял, потому что от этого зависит их здоровье. Итак, Лера готова к первому испытанию групповой тренировки. Погнали! Всем привет! Начинаем нашу тренировку. Начинаем с разминки суставов. Погнали! В обратную сторону. Ручки на колени. Колени внутрь. Ребята прям все такие хорошие. Это не новички, это группа. Выполняем 10 приседаний ноги вместе. 10 приседаний ноги на ширине плеч. 10 выпадов вперед и 10 выпадов назад. Поехали! Ноги на ширине плеч, на ширине плеч. Контролируем колено. Как бы она, как тренер, прям такой хороший пример показывает, в хорошей форме. Следующий блок – это активная разминка. Первое упражнение – это присед казаки. 12 раз. Затем французский жим. 10 на одну руку, 10 на другую. Берем тонкую резину. И смена. 10 супермен. Супермен выполняем с колен. И 10 погоны. Можно приступать. Выполняем в свободном темпе. Волнуется, скорее всего, поэтому часто на доску обращают свое внимание. Следующий блок – это силовая часть. Будем выполнять приседания со штангой на плечах. 5 кругов, по 7 повторений. Берем грифы. Женский 15, мужской 20. Показываю технику выполнения упражнения. Заходим под гриф. Выходим ровно в три шага. Раз, два, три. Выполняем приседания. Приседаем чуть ниже параллели. Давим пятками в пол. Взгляд выше параллели. На носки не заваливаемся. Медленно вниз. Чуть быстрее вверх. Так, Юля. Молодец. В нижней точке таз не расслабляем. Нет, ну к ней, как спортсмену, точно никаких претензий. Вообще все потрясающе. А как к тренеру? Есть претензии? Первое упражнение – это 8 махов гири. Стараемся работать ножками. Следующее упражнение – 8 выпадов с гантелями. Гантели на плечах. Выпады выполняем вперед. Следующее упражнение – 8 жимовых швунков с двумя гантелями. И заключительное упражнение – 8 приседов с двумя гантелями. Гантели на плечах. Больше ногами работаем, меньше спиной. По самочувствию отдыхаем. В некоторых моментах прям вот хочется встать на ее место и подойти и вот прям поправить человека вот так вот где-то. Не просто словами, потому что иногда не понимают люди, но нужно. Да, начинают наклонять корпус. Сейчас будет табата, планка. 20 секунд стоим в планке, 10 секунд отдыхаем, 8 кругов. Динамичная. Видно, что девушка не сонная, какая-то не вялая, прям такой бодряк. Ровно не заваливаемся. А теперь у нас заминка в виде растяжки. Ложимся на спину. Левая нога выпрямлена, правую ногу согнули в колени. Носком по часовой стрелке и против часовой стрелки. Вот здесь тоже хочется подойти и прям потянуть, подойти и помочь. Делаем вдох. Все вместе. Руки расслабили, выдох. Все большие молодцы. Отлично. А точно отлично. Клиенты что скажут? Не хватило драйвовой музыки для еще большего настроя на тренировку. Немножко не хватило вот этих битов, чтобы более интенсивно тренироваться. А музыки-то ведь действительно не было. Забыла? Ну что ж, бывает. Так или иначе, первое испытание все равно позади. Но будет еще одно задание, более сложное. И его тоже оценят эксперты, чтобы решить, кто из них согласится сотрудничать с начинающим тренером по кроссфиту. После 20 лет в IT Валерия Конопля намерена сменить профессию и стать тренером по кроссфиту. Валерия прошла обучение и устроилась в один из спортклубов города приглашенным инструктором. Но тренерская зарплата пока никак не догонит доход в IT. Но нашу героиню это не пугает. Она уверена, лучшие впереди. Собственная сеть спортклубов. На проекте Лера уже прошла теоретический экзамен. Какое количество веса безопасно потерять в неделю? Полкилограмма. Почти правильно, 800 грамм. И услышала первые отзывы экспертов о своей работе. В некоторых моментах прям вот хочется встать на ее место и подойти, вот прям поправить человека вот так вот. А сейчас пришло время для итогового испытания проекта. И только после него эксперты наконец скажут, кто из них согласится сотрудничать с начинающим специалистом. Сегодня профессионалы готовы предложить новичку стажировку в спортклубе и персональный тренерский коучинг. Я ей покажу, как правильно страховать клиента, как корректировать. И я думаю, я смогу ей это дать. И она выйдет на новый уровень. Валерия уже справилась с первой частью практического испытания. Провела групповую тренировку. Эксперты похвалили ее за энергичность, но отметили, что начинающему тренеру стоит чаще подходить к клиентам, чтобы точнее контролировать выполнение упражнений. Однако расстраиваться рано. Впереди индивидуальная тренировка. Лучший способ продемонстрировать тренерские таланты. Пора начинать. Смотри, очень важный момент. На мимику ее посмотри. То есть человек новый, она ему улыбается. Вот это первое впечатление для новенького. Вообще просто огонь. Здравствуйте. Рударев. Валерия. Я тренер по функциональному многоборью. Вы первый раз? Да, первый раз. Сейчас будет интересно посмотреть, что она спросит у новичка. Как давно занимались? Чем занимались? Ну, хожу в фитнес-зал. В основном занимаюсь кардио. С тренером индивидуально? Индивидуально. Силовых тренировок нет, да? Нет, с силовых не занимаюсь. Есть какие-то проблемы? Суставы, поясница, протрузии? Колено беспокоит. Колено беспокоит. Поэтому нет силовых нагрузок? Нет. А с позвоночником? С позвоночником нет нагрузок. Хорошо, сегодня мы сделаем акцент, немножко разомнем ножки и сделаем акцент на верхнюю часть тела. Видно, что человек давно не занимался, не ходил в спортивный клуб. Еще и с больными коленями еще. Да. Это далеко не простой экзамен. Да, тут не каждый тренер-новичок сможет подобрать такому человеку нагрузку. Да, не только новичок. Сложные клиенты, сложные задачи. Без этого сказать «я себе цену знаю» не получится. Как себя чувствуешь? Хорошо. Будущее, ну это нужно будет ей сказать. Есть такая штука тест Руфья Диксона. И вот как раз такие людей, которые, скажем так, с лишним весом или долго не тренировались, нужно провести этот тест, чтобы понять, как пульс восстанавливается после нагрузки. То есть это проводится буквально полторы минутки, но ты уже много знаешь о сердце своего клиента будущего. Начинаем с короба, попробуем сделать 10 приседаний, ножки чередуем. Я тебя буду отстраховывать. Если будет совсем легко, я опущу чуть ниже короб. Давай попробуем. Так. Если ты падаешь, ничего страшного. Специально для этого короба. Как колено? Нормально? Пять на одну ножку, пять на другую. Он меня спросил о противопоказаниях. Он говорит о больном колене. Я бы здесь уточнил более подробнее, что конкретно с ним. Где-то было у него исследование или заключение доктора. Погнали на кольца. Отлично. Если 10 раз подряд не получается, мы можем немножко подышать, отдохнуть. Подобрала интересный вид подтягивания. Австралийский, гранитальный. Как раз человеку самое будет оптимальное при... Ну, конечно. Наверное, он потянется. Новичок. Снижена нагрузка на локтевой сустав. Для первого раза, как мы давно это упражнение не делали, делаем с колен. Так, руки по ширине. Да, руки. Замечательно. И опускаемся. Отлично. Семь. Еще. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Комплекс разнообразный. Все части тела. Вдох. И выдох. Ты большой молодец. Спасибо. Жду тебя на следующей тренировке. Ты большой молодец. Тренировка закончена. Лера выглядит довольной. А клиент? Очень благодарен тренеру. Чувствуется, как горят мышцы. Клиент доволен. Экзамен сдан. Пора возвращаться в студию. Я заметил, что ты как будто бы дистанцируешься очень сильно от клиентов. Но на будущее, смотри, если ты уже довольно знакома с клиентом, ты можешь их еще и корректировать тактильно. Некоторые люди лучше понимают так. Да, хорошо, я учту вас. Еще тебе вопрос по поводу того новичка. Видно, человек довольно занимался. Я бы тебе рекомендовал в конце с ним было обсудить косомопитание. А сейчас время подвести итоги. В целом, я бы, наверное, пришел к тебе тренироваться, потому что ты была довольно энергична, позитивна. Валерий, мой тебе совет. Используй больше разных техник. Желаю тебе только удачи. Спасибо большое. Ну, мы с Сергеем сейчас посовещаемся и выберем, кто из нас продолжит с тобой сотрудничать. Я думаю, нужно еще проверить, как у нее с питанием, потому что сильно мы этого не увидели. Немного поработать над разминкой, каким-то другим проблемами с зонами, потому что люди приходят очень разные, у кого-то есть какие-то заболевания, как у того человека с коленом. Время вышло. Прямо сейчас Валерия услышит, кто же из экспертов скажет ей «да». Валерия, я тебе нужен отказать. Все-таки нужно очень много вырасти. И тогда, возможно, мы сможем с тобой найти общий знаменатель. А пока нет. А я готов взяться за тебя и научить, чтобы ты была самой крутой. И чтобы Серега потом позавидовал. Спасибо большое. Валерия лишь одна из тех, кто рискнул и круто изменил свою жизнь. Она не побоялась и прошла все испытания проекта. И главные профессионалы поверили в нее. Поэтому сегодня она с уверенностью может сказать «я себе цену знаю». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин